Добрый день, мои зрители! Вы на спортивно-игровом канале Wabon Games и мы с вами в нашей рубрике прогноз, под которую вы должны сразу поставить большой палец вверх. И если вдруг еще этого не сделали, подписаться на канал, а также у меня есть телеграм-канал, где очень много я рассказываю, в том числе и о хоккее. Финал Кубка Гагарина, друзья. У нас здесь в нашем прогнозе Металлург против Локомотива. Вот такая вывеска в этом сезоне. Кто же заберет главный трофей себе, мы с вами для начала узнаем с помощью симулятора NHL24, где искусственный интеллект по традиции между собой разбирается в этих противостояниях. Мы с вами полностью угадали победителей полуфиналов. Вот так вот. И, конечно, когда ты что-то угадываешь, а у нас такие сезоны были, и я напомню, что был даже сезон, где мы угадали вообще всех победителей во всех сериях плей-офф. Но в этом сезоне чуть-чуть по-разному. Здесь сказались, конечно, и удаление роликов, и не все, скажем так, не про все серии я выкладывал видео, потому что, опять же, повлияли некоторые факторы. Но вот с полуфиналами нам это удалось. Мы вернули свой обычный режим, поэтому финалистов Магнитку и Локомотив мы с вами знали, скажем так, заранее. А теперь смотрим на их противостояние в финальной серии. Единственная проблема NHL24, как вы знаете, друзья, и в прошлом сезоне то же самое было. Здесь при создании клубов KHL происходит та штука, что в финале, даже если мы начинаем с полуфинальной серии, как здесь, то есть идет один круг за другим, я ничего не стал менять. И либо мы создаем просто финал Кубка Стэнли, да, к сожалению, а не Кубка Гагарина, если здесь еще анимация Кубка Гагарина была. Но проблема все в том, что первую команду ставят у нас с дивизиона Запад. И поэтому сейчас первые матчи не в Магнитке, не в Магнитке происходит, а в Ярославле. Но да ладно, давайте пытаться на это не обращать внимания, тем более, что первая встреча уже к концу. Ну, подходит третий период, локомотив очередную шайбу забрасывает, делает это Сергей Андронов. И мы с вами сейчас на повторе еще раз посмотрим, как это случилось, вот такой вот бросок с неудобной ворота Набокова под перекладину. Произошел овертайм 3-3, сумасшедший матч, уже первый здесь происходит. И все-таки, все-таки Магнитка победу себе обеспечивает в первой игре, вот так вот в овертайме выигрывая ее в нашем с вами прогнозе. Ну, а прогноз, конечно, дел такое. Тут, как говорится, думай, и если планируешь каким-то образом на все на это, ну, я не знаю, играть на этом, то, друзья, будьте очень внимательны. Все-таки, как по мне, серия абсолютно непредсказуемая. Команды очень равные. Кто победит здесь, кто окажется сильнее, мне предсказать, например, очень сложно. Посмотрим, справится ли искусственный интеллект с этим, с этой задачкой. Но вообще, в перспективе Локомотива мало кто верил в этом Кубке Гагарина. И коэффициент 10 на то, что Ярославль заберет трофей себе, лишнее тому подтверждение. Однако, железнодорожники уже и выбили ЦСКА из Кубка, и Авангард. И в обоих случаях они шли явно не фаворитами. А вот последний шаг сделать им остается. И особенно, когда в финальной серии тебя ожидает испытания Металлургом. Магнитогорс-то уже два Кубка Гагарина себе забрал. Мечтает, конечно, он пополнить себе трофейный свой кабинет еще одним. И, конечно, то, что разговоры о том, какой тренер Андрей Разин, и он как будто бы не для больших клубов, мы с вами в обратном убедились уже. Разин, конечно, один из тех специалистов, кто в этом сезоне зажигал не только на пресс-конференциях, но и со своей командой на льду. Ну, что же касается вообще перспектив в этом матче, то у Металлург в обороне смотрится далеко не лучшим образом. У нас, кстати, счет 2-0 уже становится в пользу магнитки после двух встреч в нашем прогнозе. И вот мы здесь еще смотрим на хайлайты матча под номером 2. Магнитка игру с отсчетом 2-1 забирает, а опять разница в одну шайбу. Так вот, Металлург в обороне смотрится не лучшим образом. В двух периодах и в пяти из шести предшествующих игр команда Разина пропустила во вторых игровых отрезках, пропускала во вторых игровых отрезках. А Локомотив же в них забивал в четырех предыдущих матчах. Поэтому вот второй период считается очень важным и для одной, и для другой команды. Локомотив умеет активно начинать матчи и в десяти последних играх Ярославль отличился в стартовых двадцати минутках. А Магнитка, а Металлург оставил свои ворота на замке лишь в одном из шести последних случаев. Если говорить про большинство, то Металлург реализует большинство лишь в десяти, а то и меньше процентах случаев. Это ужасный показатель, особенно на фоне Локомотива с двадцатью шестью процентами. И с таким результатом железнодорожники входят в топ-3 лиги по реализации. Путь к финалу у Магнитки получился непростым. Шесть матчей потребовалось, чтобы пройти скромный Амур. Столько же игр было в серии со Спартаком и аж семь противостояний с автомобилистом. Несмотря на это, во всех сериях Магнитка была фаворитом. И Андрей Разин заявил, что в его команду многие не верили. А вот у нас, друзья, уже 3-0 в пользу Магнитогорска в нашем прогнозе. И это что-то с чем-то. Неужели так легко здесь Магнитка разберется со своим оппонентом? Как это было и в предыдущем раунде нашего прогноза. Но в реальности, конечно, все сложилось совсем по-другому. Вновь одна шайба разницы. Все матчи очень близкие. Ну и давайте посмотрим, что будет в игре под номером 4. Ну, если говорить про нынешний еще сезон, то команды пересекались два раза. В Ярославле Локомотив победил со счетом 4-1. А в Магнитогорске успех праздновала Магнитка 5-3. Это, как вы понимаете, в регулярке происходило. Есть ли проблемы у Магнитки с защитой? Определенно да. Команда на протяжении 6 матчей подряд пропускает как минимум по 2 шайбы. Не все гладко у основного голкипера Набокова. Например, по ходу серии с Автомобилистом у него были 2 провальные игры. Локомотив же на протяжении 8 игр забрасывает хотя бы по 2 раза. Основываясь на этом, мы можем ожидать, что гости поразят ворота Металурга. Ну, как минимум пару раз. Это тоже очень важно. Локомотив, кстати, забирает игру под номером 4. И счет у нас в серии становится 3-1. Посмотрим, как дальше она будет складываться. Неужели с 3-0 Лок сможет отыграться? Локомотив имеет 5 побед подряд. Без проблем подопечные Никитина прошли Челябинск в полуфинале. Выигрыш в сухую серии против трактора должен сказаться благоприятно на Ярославле. Пока Металург проводил все 7 игр в серии с Автомобилистом, Локомотив спокойно отдыхал и готовился к финалу Кубка Гагарина. Для Ярославля предстоящая серия впервые выиграть Кубок Гагарина. Все-таки самые неудобные соперники по типу ЦСКА или СКА уже давно вылетели и находятся в отпуске. Это тоже важно, потому что все-таки у Локомотива Никитин. Человек, который знает, как выигрывать Кубок. Ну и отличные результаты у Лока в гостевых матчах. Одна пропущенная шайба за 3 игры и все победы соответственно. Особенно невероятную игру демонстрирует Данил Исаев. Как по мне, лучший голкипер этого плей-офф и вообще этого сезона. Так, у нас счет становится 2-1. Давайте посмотрим на очередной гол Локомотива. Ну понятно, что им сейчас нужно больше запрасывать. Все-таки такой гендикап они дали магнитке. И еще один гол. Еще один гол от Лока. Лока камбэк решили совершить по Лунин. Дубль уже делает. Исаев, кстати, в двух последних матчах сыграл однажды на 0 и отразил 96% бросков. Что происходит вообще с Исаевым? Это, конечно, открытие, как по мне, этого сезона. И голкипер в полном порядке. Ну и Локомотив здесь в полном порядке. В игре под номером 5. Третий период. 4-1 Лока уверенно выигрывает. Магнитка в атаке. И сокращают чуть-чуть магнитогорцы. Это отставание. Классный бросок, да, здесь получился. Без рикошетов прямой от штанги. 3-30 до конца третьего периода. Но здесь Локомотив в атаке. И 5-2 еще становится. Каюмов. Это делает. Очень хочу, конечно, друзья, чтобы вы в комментариях написали, за кого будете болеть. И кого считаете фаворитом на этой встрече. Это все-таки разные вещи. Болеть можно за одну команду. А думать, что выиграет. Ну, если адекватно оценивать ситуацию. Можно по-другому. Михайлес делает счет 5-3. Вот то 2-1. Такие малорезультативные матчи. То вот 8 шайб уже. В игре под номером 5. Заброшено. И все. Победа Лока. 3-2 счет становится. Локомотив две игры подряд забирает. И нас ждет игра под номером 6. Интересный финал, конечно, получается. Но я уверен, что он и будет интересным в этом сезоне. Все-таки последние года нас научили тому, что в 7 матчах команды разбираются. Но, опять-таки же, давайте, давайте думать. Будет в этом сезоне все 7 игр потрачено на определение чемпиона. Или все-таки их будет поменьше. Вот сейчас как раз игра под номером 6. На самом деле она, если и случится в этом розыгрыше, то будет в Ярославле. Но я уже объяснил, почему тут перепутаны вот так вот площадки. По-другому просто сделать невозможно. 1-0. Магнит к счету открывает. И Карпов это делает. Хороший здесь вход в зону, передача, напитак, обыгрыш и бросочек. А вот уже и кубок. Вот уже нам и показывают, как кубок здесь готовится, готовится к тому, чтобы быть врученным. Понятно, что он на всех матчах присутствует. И что? 1-0. Да, именно так. Последняя встреча завершается. Ничего себе. Я думал, нам за травочку такую делает игра. А нет. Это, друзья, единственная шайба, которая случилась в этой встрече. Карпов получает MVP. Ну, я думаю, что Зернов будет MVP, если Магнитка выиграет в итоге. Ну, в реальности. Посмотрим мы на это. Ну и вот он, главный трофей. У нас он выглядит чуть-чуть по-другому, но мы все прекрасно знаем, как он выглядит. И Магнитогорский Металлург становится обладателем Кубка Гагарина. В нашем с вами прогнозе болельщиков в Магнитке я заранее поздравляю. Посмотрим, насколько это действительно произойдет. Потому что я уже был в Магнитогорске на седьмом матче в серии против ЦСКА. И там, конечно, все сложилось не так, как хотели местные болельщики. Друзья, всем спасибо за просмотр. До скорых встреч и пока. Субтитры подогнал «Симон»!